Говорят, древние боги опустили коралловый клинок в океан, а когда вынимали его, четыре восхитительные капли стекли с клинка в океан и стали эти капли островами Японии. Нас будут готовить для войны с Россией? Я не исключаю такой возможности, кивнул ректор. Не удивлен вашей осведомленностью, тем более, что вы видели карту на моем столе. Возможно, вы будете в авангарде отрядов призраков, которые начнут вести боевые действия задолго до того момента, как будет объявлено официально. Пощипаете тех варваров, кто своим детям рассказывает про Лобок и Ко. Про что? Не понял я. Изращенскую сказку про жопоголовую гейшу. Вы что, не слышали? Это что еще за летающая башка, а? Колобок. Что, сбежало тесто? Русские давно уже рассказывают, что два престарелых ученых на закате лет в одном из бараков закрытого типа под названием Шарашкина контора создали жопоголовую гейшу и назвали ее Лобок. Из чего она состояла, это можно узнать из названия. То есть у нее не было ни рук, ни ног. Она была с шаром, где одна сторона была лицом, а вторая... Вырвался у меня нервный смешок. А вторая была с жопой. И тут нет ничего смешного. Тагисан. Русские рассказывают такие кошмары своим детям на ночь. Пока ученые отошли отчитаться об изобретении, гейша по имени Лобок сбежала и отправилась в мировое турне. Как оказалось, одной из главных характеристик этого создания была любовь к пению. Как истинная гейша она соблазняла встреченных существ своей песней. Совершала акустическую атаку, а потом оставляла этих существ дико голодными и сама двигалась дальше. Возможно, именно эта встреченная компания существ и послужила тому, что в названии было вынесено это самое пресловутое КО. Однако, как бы долго гейша не путешествовала, все-таки она встретила на пути существо, которое оказалось невосприимчиво к акустическим атакам. Ха-ха-ха! Я эту рыжую морду два дня по лесам гонял, пока не проголодался. В результате этой неудачи гейша по имени Лобок оказалась зверски растерзана и съедена. Какой кошмар! Шако прислонила ладони к щекам. И они это рассказывают детям? Да, суровый народ, вздохнул Вептор. Варвары и сказки у них варварские. А кто такие были славяне? Это варвары? Варвары? Люди, которые говорят непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери. Ну что, Тьма. Как сказал бы мой друг Колобок, давай вдарим тебе по булочкам. Бабка, когда меня испекла, на окне забыла. Потом дед уронил на землю. Никому и не был нужен. Скитался один по белу свету. Очерствел. Раскрошу, по сусекам не соберу. Расбойничать стал, скотину воровать. Не взлюбили меня люди. Один ты мне руку протянул. Подгузник. Вкусно звучит. Это птица какая-то. Тяжело пошло. Два. Поп statements.